Эти соревнования, как и череда большинства других событий в нашем городе, приурочены к 25-летию независимости Казахстана и Дню Первого Президента. Особенность их в том, что участниками стали жители нашей области с ограниченными возможностями, а именно с повреждением опорно-двигательного аппарата слабослышащие и слабовидящие. 25 лет назад, даже больше, в экипо-студии, одним из первых, уже открылось общество инвалидов в Симфанане. И вот, Симфанан, здесь Нурвад, вот здесь головой рубит самый театр у нас, и как бы наш покровитель. То есть всегда он с нами, всегда помогал, дай Бог здоровья ему и подседали. И ребята, Володя Капович, значит, ну все, вы знаете, у вас очень дружная команда. Я, значит, недавно слышал такой интересный тос, что, значит, всем желаю алматинской погоды, там, значит, зарплаты октава, значит, но, может быть, а муж, то был его слух. Поэтому у вас не черная такая, нормальная мужик и красивая женщина. В соревнованиях по настольному теннису «Шашкам» и «Тогуску Малаку» приняли участие 50 местных спортсменов и пятеро повладарцев. Задачей этих соревнований не только пропаганда и привлечение к активным видам спорта, но и подготовка спортивного резерва, а также отбор сильнейших спортсменов для формирования сборных команд области с целью подготовки к участию в республиканских и международных соревнованиях. Сегодня мы собрались благодаря совместной работе. Георгий Михайлович, Костовский центр «Волмырс», Благодаря вам, которые сегодня пришли принять участие, проявить свою гражданскую позицию, показать, что мы сегодня дружим со спортом, вы сегодня находите себя и нашли себя в «Шашке», «Тогуску Малаку», «Настольный теннис». Большие молодцы! Хочу вам пожелать низкий вам поклон, большое вам спасибо, что вы принимаете участие, любите себя, находите себя, и вас это получает, здоровья вам, семейных благ, всего самого лучшего, доброго, чтобы родные, близкие были всегда рядом с вами. День празднования Дня 1-го президента Республики Казахстана, год 20-летия независимости Республики, сегодня каждый из вас подходит к праздникам с победами. И то, что вы сегодня пришли участвовать, это уже победа, это уже вы большие молодцы! Организацию и проведение соревнований взял на себя отдел физической культуры и спорта Экибастуза. Расходы по награждению победителей и призёров взяло на себя Павлодарское областное добровольное общество инвалидов. 25 славных лет прошли в команде сборной в области Владимир Каппич, аплодисменты! Толгар Магулов, Татьяна Морковская, Мурлан Бощаев, Надежда Маркинна, Лима Оксана. Да, это были первые спортсмены, которые прогладывали путь спортивным победам. Сегодня у нас есть уже новые победители, продолжатели наших спортивных успехов. Давайте аплодисменты и поздравим Толгарта Орегеева! Сандука Шаканова! В соревнованиях по настольному теннису среди женщин и мужчин на колясках победителями стали Дана Молгождарова и Владимир Каплич, Стоя Елена Слинько и Евгений Светодух. В шашках всех обыграли Шакар Садвокасова и Виталий Козлов. Лучшими в Тогас-Кумалак стали Фанья Алшинбаева и Талгат Смогулов. Победители и призёры награждены грамотами отдела физической культуры и спорта, денежными призами общественного объединения Павлодарское областное добровольное общество инвалидов. А также все участники соревнования были награждены грамотами за волю к победе и денежными призами.